В соответствии с указом президента по подготовке к празднованию 70-летия победы Советского на Великой Отечественной войне в масштабе России, то есть при правительстве России или при президенте, создан организационный комитет. Я являюсь членом этого организационного комитета, именно по подготовке. У нас в соответствии с этим решением, или поручением точнее, создан свой организационный комитет, куда вошли как представители исполнительной власти, законодательной власти, так и ветеранских организаций. В том числе и общественные организации «Ночные волки», и, кроме ветеранских, другие общественные организации, военно-патриотического плана. Предварительный план мероприятий, он 30 января был, срок был 30 января, он уже отработан. И мной утвержден. Но надо понимать, что это предварительный план. Дальше он будет наполняться. Мы, находясь в Москве, мы были с правительством Москвы, с мэром Собяниным, что на праздновании 70-летия Победы, мероприятие, часть мероприятий будет проведена, в том числе и с помощью правительства Москвы. Мы их дополнительным блоком включим. Мероприятие будет на сегодняшний момент проводиться масштабно. То есть мы не ломаем традицию, которая на сегодняшний момент существовала в Севастополе, но дополнительно. Уже могу сказать, что кроме военного парада на 9 мая будет еще и военно-морской парад. Плюс еще и мы подключаем авиацию. Дальше. Предусмотрены определенные дополнительные стимулирующие выплаты, или поддерживающие выплаты нашим ветеранам. План мероприятий будет проводиться не только на 9 мая, или 7 мая, 71-го годовщина начала освобождения Севастополя. Первые мероприятия уже начнут проходить в марте месяце. Там предусмотрены меры социальной поддержки, там предусмотрено медицинское обследование ветеранов, там предусмотрены дополнительные, как я сказал, выплаты ветеранов, в том числе и обеспечение ветеранов жильем. Поэтому это очень большой комплекс мероприятий. И сегодня сказать, что окончательный план какой-то есть, мы сказать пока не можем. Он будет наращиваться и 17-го числа я этот план предварительно, план мероприятий планируемых, буду доказывать президенту Российской Федерации. Самое главное в этом плане предусмотрено, первое, не забыть ни одного ветерана. Второе, говорить или вспоминать их не только перед 9 мая, но и круглый год. Там есть еще, кроме организационных таких мероприятий, там есть еще мероприятия военно-патриотическое воспитание. Это выступления ветеранов в школах, на мероприятиях, в наших учебных заведениях. И плюс конкретизируем сегодня, мы конкретизируем список наших ветеранов. Потому что мы с вами знаем о том, что мы имеем полный список ветеранов, но мы говорим о фактических участниках боевых действий, то есть фактических участников Великой Отечественной войны. И дальше, у нас есть категория ветеранов, которые в это время были в тылу, трудились в тылу, но не приравнены к ветеранам. У нас есть категория ветеранов, это блокадники, которые относятся, ну и там еще ряд категорий. Мы их конкретизируем, вот посписочно, поименно, чтобы работа и помощь была адресная, адресная, более конкретная. Кроме этого, предусматривается в мероприятиях на 9 мая и на параде и до этого марш победителей. Дальше мы спланировали и проводим эстафету городов-героев. Мы проводим эстафету, мы инициаторы этого дела. Мы проводим эстафету городов-героев, мы проводим эстафету победителей. Уже согласовано с главами регионов, там, где есть города-герои, согласован автопробег для того, чтобы мы в Севастополь привезли капсулы на нашу площадь городов-героев, капсулы земли городов-героев. И наша земля будет отвезена, наши капсулы, в эти соответствующие города. В том числе, мы планируем привезти капсулу земли города-героя Киева, города-героя Одессы.